Всем привет и добро пожаловать на хайнис.ру! Вы смотрите очередной выпуск нашей информационной программы. И сегодня у нас для вас много интересных новостей из мира высоких технологий. Мы поговорим об электромобиле Калашникова, умных подводных лодках и многом другом. На форуме ARMY 2018 показали концепт электромобиля Калашников. Новый автомобиль Калашников выполнен на базе кузова Ишкомби. Мы говорим о том, чтобы составить конкуренцию именно Тесла, потому что в настоящее время это успешный проект в области электромобилей. Мы рассчитываем как минимум не уступать ему, заявили в компании. Концепт Car CV1, по словам представителей Калашникова, показанный на международном форуме ARMY 2018, является стендом тестирования разрабатываемых сложных систем. Их состояние регулируется общим бортовым вычислителем собственной разработки концерна Калашников, который позволяет отслеживать состояние двигателя, инвертора и батареи, сообщили в концерне. Чем новая модель лучше электромобиля от Тесла, в концерне не уточнили. Емкость батареи машины составляет 90 кВт-час. От нее питается революционный инвертор, габариты которого составляют 50 на 50 на 100 сантиметров и позволяет развивать мощность до 1,2 кВт. Номинальная мощность CV1 220 кВт, пиковая 500 кВт. Запас хода автомобиля составляет 350 км. Солнечные самолеты все еще воспринимаются как диковинка. И недавно один из таких самолетов от компании Bay Aerospace совершил первый успешный полет. Помимо этого стали известны и некоторые подробности о будущих разработках компании. Самолет носит название Stratto Airnet, а испытания проходили в окрестностях регионального аэропорта Северного Колорадо. После первого пилотируемого полета самолет совершил еще несколько вылетов из аэропорта. Первый полет продолжался около часа, а остальные были совершены для того, чтобы отработать посадку и взлет и проследить за поведением приборов. Stratto Airnet имеет размах крыльев 15 метров, а высокоэффективные фотоэлементы от компании Sol Aero, установленные на крыльях, позволяют находиться ему в воздухе сколько угодно долго. Первый тестовый полет был пилотируемым, но в планах компании сделать самолет беспилотным или, как говорят разработчики, атмосферным спутником. Он будет использоваться для разведки, раздачи интернета, поисково-спасательных миссий, картографирования и так далее. Помимо этого стало известно, что Bay Aerospace разрабатывает солнечный самолет SunFlyer 2. SunFlyer 2 будет разрабатываться совместно с компанией Siemens и будет предназначаться для перевозки двух пассажиров. Флотилия автономных подводных лодок под управлением искусственного интеллекта выдвигается в густо населенные азиатские водяные пути. Транспорт будет принадлежать китайским вооруженным силам, а его миссия определенно заставит ближайшие страны удивленно поднять брови. Как сообщает китайский ресурс SCMP, подлодки смогут выполнять задачи широкого диапазона от реконгессировки до размещения мин и даже самоубийственных атак на вражеские суда. Если все пойдет по плану, первые субмарины будут запущены в 2020 году. Хотя детали проекта остаются разрозненными, один из неназванных ученых рассказал SCMP, что подлодки будут без ядерного вооружения. Перед бортовыми системами ИИ будет стоять задача принимать решения по курсу и глубине, чтобы избежать обнаружения, а также определять любое судно, которое пойдет мимо. Одна из тем, которая называет некую озабоченность, касается того, будут ли системы искусственного интеллекта запрашивать информацию в ходе миссии. Другими словами, смогут ли они самостоятельно принимать решения о том, кого атаковать. Соседи Китая определенно будут удивлены этими новостями. Подлодки, скорее всего, будут патрулировать зоны в Южно-Китайском море и Тихом океане. В этих зонах спорные воды, которые Китай, Япония и Вьетнам делят между собой. Не так давно китайские военные создали искусственные острова в этой области, чтобы разместить на них военные базы. Загрязнение воздуха сокращает глобальную продолжительность жизни более чем на один год, сообщают ученые. По данным нового исследования, проведенного группой ведущих инженеров-экологов и исследователей общественного здравоохранения, улучшение качества воздуха может привести к значительному увеличению продолжительности жизни по всему миру. Это первый случай, когда данные о загрязнении воздуха и продолжительности жизни изучались вместе, чтобы выявить глобальные различия в том, как они влияют на общую продолжительность жизни. Ученые изучили загрязнение открытого воздуха на предмет твердых частиц, меньше 2,5 микрон. Эти мелкие частицы могут проникать глубоко в легкие, а в дыхании их ассоциируется с увеличением рисков сердечных приступов, инсультов, респираторных заболеваний и раком. Загрязнение такими частицами происходит от электростанций, автомобилей, грузовиков, пожаров, сельского хозяйства и промышленных выбросов. Ученые сопоставили уровень загрязнения воздуха в разных странах и продолжительной жизни и пришли к выводу, что грязный воздух оказывает большое влияние на жизнь, сокращает примерно год жизни. Так что лучше жить поближе к лесам. А на этом все. С вами была Фрост. Ждите следующий выпуск ровно через неделю. И да пребудет с вами Сила. Субтитры создавал DimaTorzok